Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 26 июля. Житие преподобного Отца нашего Моисея Угрина. Более всего, обык нечестивый враг воздвигать брань на людей нечистую, блудную страстью. Потому человек, омраченный этой нечистой скверной, перестает во всех своих делах взбирать на Бога, так как только чистые сердцем Бога узрят. Блаженный Отец наш Моисей, совершая подвиги в этой брани, больше иных зло пострадал, как настоящий воин Христов, пока до конца не победил силу нечистого врага и не оставил нам примера для подражания. О нем сообщается следующее. Известно, облаженно Моисею, что он был родом Угрин, то есть из Венгрии. Любим из благоверного святого князя и российского страстотерпца Бориса. Он служил князю вместе с братом своим Георгием, которого, когда он, защищая своим телом своего господина, упал на него, убили при реке Альте вместе со святым Борисом, воины безбожного святополка. Они отрезали ему и голову из-за золотой гривны, которую возложил на него святой Борис. Альта – это приток трубежа, впадающего в Днепр, ниже Киева, с левой московской стороны. Это случилось в 1015 году. Гривна – это ожерелье, цепочка, обыкновенно золотая, носившаяся на шее в качестве украшения. Блаженный Моисей один избавился от смерти и пришел в предиславе сестре Ярослава в Киев и пребывал там, укрываясь от святополка. И усердно молился Богу, а пока не прибыл благочестивый князь Ярослав, побуждаемый жалостью к убиенным братьям, и победил безбожного святополка в 1017 году. Когда же святополк убежал кляхом в Польшу, вернулся с Болеславом и изгнал Ярослава, а сам стал княжечки в Киеве с 1018 года. Тогда Болеслав, возвращаясь в свое княжество, взял с собой в плен двух сестер Ярослава и многих его бояр, а в числе последних и блаженного Моисея, которого заковали по рукам и по ногам в тяжелые железные оковы, и крепко стерегли, ибо он выделялся сильным сложением и красивым лицом. В ляжской земле увидала его одна женщина благородная, красивая и молодая, имевшая большое богатство и великую власть. Муж ее, пошедший с Болеславом, не вернулся, потому что был убийц в сражении. Эта женщина, заметив красоту преподобного, возгорелась к нему плоской похотью, и начала обощать его, убеждая такими словами. «О, человек! Зачем ты переносишь такие мучения, имея выход, благодаря которому мог бы ты избавиться оков и страдания?» «Богу так угодно!» — ответствовал ей Моисей. «Если ты мне покоришься, — продолжала женщина, — я избавлю тебя и сделаю известным во всей земле ляхов, и будешь обладать мною и всеми моими владениями». Блаженный же, понимая ее нечистое вожделение, возразил ей, кто из мужей, выслушавшись, жены, послушавшись, изменил к лучшему когда-нибудь свое положение. Первозданный Адам, послушавшись жены, был изгнан из рая. Самсон, превосходивший всех силы и победивший целое войско женщины, был предан иноплеменникам. Соломон, постигший глубину премудрости, повинуясь женщины, поклонился идолам. Ирод, одержавший много побед, угождая жене, отсек голову Иоанну Претечи. «Итак, каким образом я стану свободным, сделавшись рабом женщины, которую я не познал со дня рождения?» То есть со дня рождения собыл нерушиму свое девство. «Я тебя выкуплю», — говорила она, — «сделаю знаменитым, поставлю господином над всем моим домом и желаю иметь тебя своим мужем. Только ты исполни мою волю, ибо нет сил видеть твою красоту, бессмысленно погибающую». «Будь уверен», — обратился к ней блаженный Моисей, — «что я не исполню твоей воли и не желаю ни господства над тобой, ни богатства. Выше всего этого для меня душевная и телесная чистота. Да не погублю пятилетнего подвига, то есть мучительных уз, которые Господь определил мне незаслуженно терпеть, за что, надеясь, избавиться мук вечных». Тогда женщина та, видя, что может лишиться такой красоты, перешла к другому дьявольскому решению, размыслив, что если выкупить его, то он всячески, хотя бы насильно, покорится ей. Итак, она послала к тому владельцу, коего святой был в плену, чтобы он взял с нее сколько хочет, только пусть продаст ей Моисея. А тот, видя удобный случай приобрести богатство, взял с нее почти тысячу золотых, а Моисея передал ей. Жена та, получив власть над ним, без всякого стыда влекла его на неподобное дело. Освободив от оков, она одела его в дорогое платье, кормила изысканными кушаньями и, походливо обнимая его, понуждала к соитию. Блаженный же Моисей, видя неистовство женщины, еще более прилежал молитве и посту, предпочитая из угождения богу сухой хлеб и воду, но с чистотою, дорогим ястом и вину носа скверную. И тот сейчас же, завлекши с себя красивые одежды, она, подобно Иосифу, он избежал греха, ни во что поставив удовольствие мира сего. Постромленная женщина пришла в такую ярость, что замыслила уморить блаженного голодом, вернув его в темницу. Бог же, дающий пищу всякому созданию, который некогда питал Илью в пустыне, также Павла Февейского и многих иных рабов своих, уповающих на него, не оставил из сего блаженного. В самом деле, один из рабов той женщины, склоненный богом к милости, тайно приносил Моисею пищу, а другие уговаривали его, брат Моисей, что мешает тебе жениться? Ты еще молод, а эта вдова жила с мужем всего один год и красивее других женщин, богатства ее нет числа. Значение в этой земле ряхов очень велико, так что если бы она захотела, то и князь бы не погнушался ее, а ты пленник и раб, не хочешь сделать ее господином. Если ты скажешь, что не хочешь нарушить заповеди Христовые, то не говорит ли Христос Евангелие, всего ради оставить человека отца своего и мать, и прилепиться к жене своей, и будут двое в одну плоть. Та же и апостол, лучше жениться, нежели разжигаться. Он же говорит и о вдовицах, хочу, чтобы молодые выходили замуж. Ты же не давал монашеского обета, но свободен от него. Зачем же предаешься мучениям, злым и тяжким, и сам страдаешь? Если тебе приключится и смерть в таком бедственном состоянии, какую получишь похвалу? В самом деле, кто из первых праведников, как Авраам, Исаак и Иаков, гнушался жен? Никто, кроме теперешних чернолистов. Иосиф раб убежал от жены, но после, и он взял себе жену. Да и ты, если живой уйдешь от этой жены, после, как думаем, так же сам себе отыщешь жену. И кто не посмеется над твоим неразумием? Лучше тебе покориться жене этой, сделаться свободным и господином над всем домом ее. Блаженный же Моисея отвечал им, истинно, братья и добрые друзья мои, вы хорошо мне советуете. Понимаю так, что предлагаете мне слова злейшей из нашептываний змеев Еве в раю. Вы понуждаете меня покориться этой жене, но ни в каком случае я не приму вашего совета. Если мне случится и умереть в этих оковах и тяжких муках, то я ожидаю за это от Бога многообразной милости. И если много праведников спаслось с женами, я грешный один не могу спастись с женою. Да если бы Иосиф повиновался вначале жене Патифара, то после, когда взял себе жену, не царствовал бы в Египте. Видев же его прежнее терпение, Бог даровал ему египетское царство, поэтому он был прославляем в роды родов, как целомудренный, хотя и прижил детей. А я не желаю египетского царства, и еще менее господствовать, и быть высокостоящим в земле ляхов, и пользоваться честью далеко во всей русской земле. Но все это презрел ради небесного царства. Поэтому-то, если я выйду живым из рук этой женщины, то никакой другой жены искать не буду, но если Богу угодно будет, сделай с чернорисцем. Что сказал Христос в Евангелии? Всякий, кто оставит дом или братьев, или сестер, или отца, или матерь, или жену, или чадо, или села, имени моего ради, получит в сток раз более, и жизнь вечную наследует. Христа ли больше послушать или вас? Апостол еще говорит, не женившийся, заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Итак, спрашиваю вас, для кого надо больше работать, для Господа или для жены? Знаю также, что апостол пишет и следующее, рабы, будьте послушны господам своим, но во благо, а не на зло. Итак, вам, держащим меня, пусть будет известно, что никогда не прелестит меня женская красота, и тем более удалит меня от любви ко Христу. Услыхав это, жена та приняла другое хитрое намерение в своем сердце. Она приказала посадить блаженного на лошадь и, в сопровождении многих слух, водить по своим городам и селам прибавляя, «Все это твое, если тебе нравится, поступай со всем, как хочешь», — говорила же она и сама людям. «Это ваш господин, а мой муж, всякий, кто встретится ему, пусть кланяется». Он посмеялся над несмыслием жены той и сказал ей, «Напрасно трудишься». «Ведь ты не знаешь, не можешь не престить меня тленным предметами сего мира, не лишить меня моего нетленного богатства. Пойми это и не трудись напрасно». Она женщина в ярости ответила ему, «Не знаешь, разве что ты продан мне, и кто может освободить тебя из моих рук? Ни за что не выпущу тебя живым, но после многих мучений придам тебе смерти». Блаженный же смело сказал ей, «Не побоюсь никакой муки, потому что Господь со мною. Ему с этой минуты, по его изволению, желаю служить выноческой жизни». И в то время, руководимый Богом, пришел к блаженному Моисею один чернолизец из святой горы, Пасану Иерей, и постриг его во святой ангельский иноческий образ. Он много учил его, Моисея, чистоте духовной, чтобы не предавать своих плеч врагу и не бояться той нечистой жены. И с кем ушел? Искали этого черновиста повсюду и не нашли. Тогда госпожа, отчаявшись в своих упованиях, подвергла тяжким побоям преподобного инока Моисея. Приказала распростерши бить его палками, так что земля пропиталась кровью. Подвергавшие Моисея побоям убеждали его, покорись своей госпожей, исполни ее волю, если ослушаешься, то на части раздробим твое тело, не думай, что избегнешь этих мук. Но после многих истязаний еще в горших придашь дух свой, жалься над самим собой. Отбрось эти монашеские рубища и облеклись в дорогие боярские одежды, и избавишься угрожающих тебе пыток. Мужественный Моисей отвечал на это. Братья, делайте, что вам приказано, без всякого замедления. Я же ни в коем случае не могу отречься от монашества и любви к Богу. И никакое истязание ни огнем, ни мечом, ни нанесением ран не может заставить меня отказаться от Бога и от великого ангельского образа. А этой, потерявшей стыд и с помраченным разумом женщине, всячески презревшей не только страх перед Богом, но и стыд перед людьми, бесстыдно принуждающей меня к осквернению тела и прелюбодеянию, никогда не покорюсь и не исполню ее окаянного приказания. Много сокрушалась эта женщина о том, как бы отомстить за свое посрамление. Наконец написала Болеславу следующее послание. «Сам знаешь, что муж мой был убит на войне, введенной тобою, а ты разрешил мне взять себе в мужья кого только захочу. Я полюбила одного из твоих пленников, юношу, красивого, и выкупив, привела его в свой дом, заплатив за него много золота, и все золото и серебро в моем доме, и всю власть отдала ему. Только бы он захотел стать моим мужем. Он же все это поставил ни во что. Много раз с голодом и побоями истязала я его, но совершенно ничего не достигло. Мало ему того, что пять лет был в оковах у прежнего владельца, теперь вот шестой год пробыл у меня, и много был мучен мною за его непослушание. Все это он сам навлек на себя своим жестокосердием. Теперь же он и пострижен неким чернорисцем. Итак, что ты прикажешь сделать мне с ним? Болеслав приказал женщине той приехать к себе и привезти Моисея. Это было исполнено согласно его повелению. Увидев преподобного, он долго принуждал его взять ее в жены, но не убедил. Ну, напоследок же сказал ему, найдется ли другой столь бесчувственный человек, как ты, ты лишаешься многих благ и чести и предаешься тяжелым мукам. Отсего дня знай, что жизнь и смерть твоя в твоих руках, или, исполнив волю твоей госпожи, будешь почтен от нас и будешь иметь великую власть, или в случае ослушания примешь лютую смерть после многих мук. Князь обратился также и к жене с такими словами. Пусть не будет купленный тобою пленник свободен ни в коем случае, но как госпожа поступи с твоим рабом по своему желанию, чтобы и другие не осмеливались ослушаться своих господ. Преподобный же отец наш Моисей отвечал ему на это. Какая польза человеку, говорит Господь, если весь мир приобретет, а душе своей повредит? Или что даст человек выкуп за душу свою? А ты, как обещаешь мне почет и славу, которых скоро и сам лишишься, и гроб тебя примет, уже ничего не имеющего? Точно так же и эта нечистая жена жестоко будет убита. Все это и сбылось по предсказанию преподобного. Но прежде этого жената, получив над ним окончательную власть, еще более бесстыдным образом привлекала его ко греху. Так она приказала насильно положить Моисея на свою постель, где лобызала и обнимала его. Но не могла и этим привлечь его к тому, чтобы он исполнил ее желание. Ибо преподобный говорил ей, напрасен труд твой, женщина. Не думай, что я не творю этого греха, как некий безумец, или потому что не могу. Я только ради страха Божия гнушаюсь в тебя, нечистый. Услышав это, женщина приказала давать ему ежедневно по сто ран. Напоследок она приказала оскопить его. Преподобный Моисей лежал как мертвый от потери крови, едва сохраняя слабые признаки жизни. Болеслав, не препятствуя этому, поднял к тому же великое гонение на монахов. Из всех их выгнал из своей области, желая угодить госпоже Моисея, как женщине знатной и любимой им. Бог же вскоре послал отмщение за своих рабов. Ибо в одну ночь Болеслав внезапно скончался, 3 апреля 1025 года, и поднялся великий мотеж во всей Ляшской земле, потому что восставшие люди избили епископов и бояр своих, в числе которых убита была и та, потерявшая стыд женщина. Об этом гневе Божием, случившемся по изгнании за пострижение преподобного Моисея монахов, напоминало много лет спустя великому князю Киевскому Извеславу, княгине его по происхождению Ляфиня, дочь Болеслава, совещанием прося его, чтобы не удалял из области своей преподобного Антония и его братью из-за пострижения блаженного Варлама и Евнуха Ефрема. Но будем говорить о настоящем. Преподобный Отец наш Моисей, получив малое облегчение, пришел в пещеру к преподобному Антонию, имея на себе знаки мученичества, как храбрый воин Христов, и жил богоугодно, подвязаясь в молитве, посте, бодрствовании, и во всех иноческих добродетелях, коими и победил все козни нечистого врага до конца. За премногие победы над нечистыми и блудными страстями, восставшими на этого преподобного, Господь даровал ему силу побеждать те же страсти, восстающие на других. Так один из братьев, будучи побореваем, страстью блудную, придя, молил этого преподобного, чтобы он помог ему. А я сказал, если что мне повелишь, обещаюсь хранить до самой смерти. Преподобный повелел ему, никогда во всю твою жизнь не говори ни одного слова женщине. Тот дал обещание от всего сердца. Когда святой, подражая первому Моисею, творившему жезлом чудеса, прикоснулся жезлом своим к лону братнего тела, так как без жезла, в следствии боли от прежде принятых ран, не мог ходить сам по себе. И тот час умерли и потеряли силу все нечистые страсти того брата. И с той поры не было больше ему соблазна. Так живя, провел этот добрый воин Христов в страдании и своем богоугодном подвиге шестнадцать лет. Неповинно был мучен пять лет в оковах у взявшего его в плен, показывая, как Иевов, благодарственное к Богу терпение. Шестой год мужественно пострадал более чем Иосиф за целомудрие. Потом десятилетним равноангельским безмолвием в пещере, переданном от Святой Афонской горы, просиял прежде других, как тот первый Моисей десяточисленным законом по ангельскому строению, переданным ему от Святой Синайской горы. Затем и наш преподобный Моисей сподобился поистине быть боговицем. Он оказался достойным блаженства чистых сердцем, а чтобы видеть Бога лицом к лицу, переселился месяца июля двадцать шестого дня. В тысячу сорок третьем году, когда еще был жив преподобный Антоний, в пещере которого и до ныне почивают нетленно, чудотворные мощи этого святого мужа, нерастлившего чистоты. Своими мощами Святой Моисей побеждает и по смерти нечистые страсти, как уведал Святой Многострадальный Иоанн. Ибо он, укрывшись в пещере и врыв в себя даромен против мощей преподобного Моисея, долго страдал, побеждая в себе телесную страсть, и напоследок услышал глаз Господень, да помолится мертвецу, находящемуся против него, всему преподобному Моисею Угрину. Когда Многострадальный исполнил это, немедленно был избавлен от нечистой брани. Также и другого брата, страдавшего от той же мерзости, избавил тот же Святой Иоанн, когда одну кость от мощей преподобного Моисея дал одержимому страсти, чтобы он приложил к своему телу, как о том рассказано в житии преподобного Иоанна Многострадального. И нам, избавившимся от всякой нечистоты, да будет преподобный Моисей вождем, направляющим по пути спасения молитвами своими, да поклонимся с ним в троице поклоняемому Богу, ему же слава ныне и присна, и во веки веков. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.